Выплаты медикам за работу с ковидными пациентами – тема, с которой глава региона начинает заседание оперативного штаба. За последние несколько дней от врачей скорой помощи поступили жалобы, что средства до них так и не дошли. Вениамин Кондратьев поручил разобраться с каждым конкретным обращением. Те, кто рискует свою жизнь и работают с больными коронавирусом, должны получить свои надбавки незамедлительно. Выплаты должны быть не в отчетах, а в реальности. Наши врачи, которые работают с зараженными коронавирусом, должны получить эти выплаты. Президент сказал, что этот вопрос он держит на личном контроле. Мы тем более должны его не то что ежедневно, ежечасно держать на личном контроле. Вот здесь я к Кривену Федоровичу обращаюсь, министры здравоохранения. Это ваша персональная ответственность и задача, которую я вам ставлю. Вы проведите разъяснительную работу, кто имеет право на надбавку, а кто не имеет. Буквально с главврачами проработать, естественно. А главврачи должны со своими коллективами, коллегами, четко довести до них информацию, кто имеет право из врачей, медицинского персонала на надбавку, о которой сказал президент. И понимание должно быть у всех. Прошу вас еще раз лично перепроверить, Евгений Федорович, насколько по факту выплаты произведены. По факту. Не по отчетам, не по сметам, а по факту. Губернатор потребовал четкой и слаженной работы от Краевого Минздрава и главврачей больниц. Ведь только так можно понять, как на местах осуществляют стимулирующие выплаты и не нарушаются ли иные права медиков. К работе подключились и правоохранительные органы. По первым жалобам уже есть ряд решений. Так, в Армавире своего кресла лишился главврач городской больницы. Нарушения там подтвердились. Затем, чтобы обещанные деньги дошли до конкретного адресата, краевые власти будут следить совместно с прокуратурой. Вчера уже пришло поручение проведения сплошной проверки по всем районам, по всем больницам, которые работали с больными коронавирусом. Проверить каждого больного, кто контактировал с медиками, выплаты, обеспечены ли деньгами каждый из медработников. Надбавки получат только те медики, которые работали непосредственно с ковидными пациентами. Более ста медучреждений Края уже произвели перерасчет выплат. Это связано с изменением правил начисления в постановлении правительства. Теперь выплаты не зависят от времени контакта с больными. Надбавки за апрель получат более 8 тысяч медработников. Тем временем в регионе меняется эпидобстановка. В последнее время все больше людей выписывают, чем госпитализируют. На сегодняшний день на территории Краснодарского края снизился темп прироста и составляет 3,6%. 3 апреля мы с вами ночью больше месяца назад вели 23% составлял у нас темп прироста. Показатели заболеваемости на 100 тысяч населения на сегодняшний день составляют 47,8%. Ситуация контролируемая, а значит впереди следующий этап снятия ограничений. С 23 мая планируют открыть строительные и смежные с ними предприятия, салоны красоты, магазины непродовольственных товаров площадью до 400 квадратных метров. К обычному режиму работы вернется и общественный транспорт. Послабления коснутся и курортной отрасли. С 1 июня смогут начать свою работу санатории и пансионаты только с медицинской лицензии. То есть бронировать номер в отеле или гостинице с надеждой на морской отдых пока рано. Мы не открываем границы края. Приезжают пассажиры с путевкой санаторной. Их локально берут, локально перемещают в санаторий, где внутри его и находятся. Вот это мы должны до всех довезти. Приехали, локально взяли, в руках у него путевой лист, санаторная путевка, санаторная путевка. И все, его санаторий забрал под свою личную ответственность. И находится вот этот вот отдыхающий только внутри, на территории санатория. В границах санатория. И выйти за пределы не может. Решение открыть санаторий с медицинской лицензией совсем не значит начало курортного сезона. Это лишь один из этапов выхода из ограничений. Тем более, что работать учреждения будут по новым правилам, соблюдая специальный регламент Роспотребнадзора. Мы отработали критерии, какие будут входить объекты в перечень тех, которые потенциально планируются к открытию с 1 июня. Это порядка 200 объектов санаторно-курортного комплекса. До них до всех мы вместе с коллегами из Роспотребнадзора завели специальный онлайн-помощник на сайте Роспотребнадзора, на который они могут самостоятельно сегодня подать заявку. Мы список конкретных опубликуем действительно сегодня-завтра. Потому что мы сейчас по критериям максимально вычищаем. Режим самоизоляции продолжает действовать. Ряд запретов сохранится и после 23 мая. Парки и скверы, пляжи и набережные, а также рестораны и торговые центры все еще будут недоступны для посетителей. Вернуться сразу к нормальной и привычной жизни не получится. Если мы сохраним, еще раз подчеркиваю, такую ситуацию, подконтрольную, стабильную, с точки зрения, как дальше будет двигаться коронавирус, тогда, конечно, пойдем на второй этап, а потом и на третий пойдем, на 1 июня. А там тоже посмотрим, что будет перед 1 июня. Все ожидают свободы с 23 мая. Коллеги, да нет, еще раз подчеркиваю. В связи с послаблением ограниченных мероприятий, мы не можем заявить, что все, мы победили коронавирус. Мы только послабляем для того, чтобы сбалансировать между жизнью, экономикой, ну естественно, и максимально предотвращение распространения коронавируса по нашему региону. Еще раз подчеркиваю, и запреты на общественные мероприятия, на скопление людей, торговые центры, все, что было нами проговорено, что будет закрыто, оно и будет закрыто. Главы муниципальных образований возьмите под контроль. Никаких подобных мероприятий быть не может. При отмене ограничений нужно действовать осторожно, отметил губернатор, ведь за каждым шагом здоровье и жизнь людей. Одно неверное решение может привести к новой волне эпидемии. Продолжение следует...